Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юниси. 27 ноября 2016 года, воскресенье. Делаю воскресенье видеообзор по анализу работы IP и управляющих. Почему воскресенье? Просто я обещал, что до конца этой недели я сделаю еще один такой видеообзор. Итак, эти видеообзоры предназначены для инвесторов, как для начинающих, так и для более опытных. Вот смотрите, у меня есть один кабинет, в котором у меня следующий инвестиционный портфель. И он показывает, то есть из пяти управляющих, пять финансовых инструментов, он показывает сейчас общая прибыль минус 4,12 долларов. Минус 4 доллара и 12 центов. То есть это я вижу во вкладке трейдинг, торговые счета. Но если я перейду во вкладку управления моими инвестициями, то здесь у меня показывает минус 2 доллара и 45 центов. Почему так? Потому что вот здесь период торговли по умолчанию стоит 10 дней. Но здесь у меня управляющие торгуют уже более 10 дней, вот даже есть и 18 дней и так далее. То есть пока инвест-период у меня был коротким, то тут у меня отображались все же данные, что и во вкладке торговые счета. Да. Сейчас же в управлении моими инвестициями, для того, чтобы я видел корректный показатель, скажем так, отображение показателя, мне нужно выбрать здесь 30 дней, потому что мой период инвестирования не больше. Либо если будет больше, то мне нужно выбрать, допустим, весь период. Есть еще 60 дней промежуточные, 90 дней, весь период. Тогда будет вот этот показатель, который будет совпадать с тем, что на странице торговые счета. Далее, что я сейчас хочу сделать? Во-первых, я рад, что мой инвест-портфель начал показывать какую-то прибыль. Вот график суммарной прибыли, вот есть такой верх. Но это благодаря чему? Во-первых, мне нравится вот Чана Лин, мне нравится этот управляющий. Тикс Вит, он уже имеет минус 50%, да. Анкен имеет минус 16, тоже немножко снизил убыточность. Пират имеет минус 32%, и 14-24-0 имеет 9% прибыли. То есть, в принципе, вот управляющего 14-24-0 можно оставить, и можно оставить из этих пяти управляющего ченнеля. Я хочу закрыть здесь полностью этот портфель. Я вот его, вот здесь наверху нажимаю остановить. Полностью приостанавливаю дублирование всех торговых распоряжений с LAB, которые формируются на базе торговых сигналов. То есть, если я нажму эту кнопочку, у меня везде вот остановится. Видите, остановится, и появляется кнопочка вывести. И я вывожу все деньги из-под всех этих управляющих. Почему? Потому что я хочу сделать только один инвес-портфель на другом кабинете, в кабинете, скажем так, моей жены. Вот, я выбираю здесь вся сумма, вывести. Это первый управляющий. Окей. Далее. Следующий управляющий. И исключаю ли я его? Пока оставляю. Следующий управляющий. Тиксвит. Вывести. Убираю всю сумму. Вывести. Потом я их исключу. Чтобы сейчас ваше время не тратить, я потом их исключу. Следующий управляющий. Анкен. Вывести. Убираю всю сумму. И вывожу. Далее. Пират. Вывести. Выбираю всю сумму. Вот такая процедура. Я просто хочу вам показать, как можно переводить средства в другой кабинет. Из одного кабинета в другой кабинет. И вывести из-под последнего управляющего, из-под управления последнего управляющего. 14 за 4.0. Вывожу. Окей. Вот все у меня здесь по нулям. Вот смотрите. По нулям. Текущий баланс по нулям. Пока я их не исключаю, чтобы это была как-то история. Единственное, кого я исключил, это Феликс. Но я запомнил его логин, чтобы потом его больше не использовать. Скажем так. Далее. Что я хочу? Я хочу вот этот мой баланс. Вот сумма на моем балансе 28 долларов 40 центов перевести в другой мой кабинет. И я для этого нажимаю бухгалтерию. Так. Внутренний перевод. Внутренний перевод. Здесь я указываю e-mail получателя. Указываю e-mail получателя. Указываю код протекции. Ну, любой. 1, 2, 3. Выберите срок протекции. Ну, один день достаточно, потому что это я прямо сейчас. И сумму перевода. Я вот копирую ее отсюда прямо. не вставляю сюда. Слава Богу, можно любую цифру здесь писать. Так, ну, давайте все-таки напишу 28 и 40 центов. И здесь какие-то комментарии мне он не нужен. Выполняю перевод. Сейчас у меня придет смс. Сейчас смс на мой мобильный телефон. Да, вот e-mail, код протекции, срок протекции и сумма. Сейчас я получу смс. Вот она пришла быстро. Пишу код подтверждения, который указан в этой смс. Коротком сообщении. Вот так. И выполняю перевод. Далее. Я перехожу в другой кабинет. В другой кабинет. Здесь также нажимаю бухгалтерию. Нажимаю. Выбираю способ. Так. Не здесь. Выбираю способ внутренний перевод. И вот здесь внизу есть такая строчка. Вот. Принять. Видите? Я принимаю. Я принимаю. Ввожу код протекции. 1, 2, 3, который я придумал. Не из смса, который я придумал. Принимаю. Все. Моя сумма находится вот на моем счету. Далее. Что здесь вам хочу еще показать? Во вкладке трейдинг также у меня написано, что общая прибыль по моему портфелю здесь минус 5 долларов 75 центов. Если вы помните, тут было намного больше. В два раза примерно было больше. Когда захожу в управление моими портфелями, тут мне показывают такую же цифру. Почему? Потому что этот портфель, он не старше 10 дней. Хотя вот есть 1-12 дней. 13 дней. Стойте секундочку. Тогда я период торговли, я указываю 30 дней здесь. Но показатель в принципе не изменится. Не изменится он тот же в данном случае. Здесь портфель мне больше нравится, потому что он идет еще, скажем так, увереннее вверх. Вот суммарная прибыль идет еще увереннее вверх. Тут есть диверсификация по большим финансовым инструментам. Но также тут хочется избавиться от одного из управляющих, от которого нужно было избавляться давно. Этот управляющий называется NaNo. Нано. Где она? Вот она. Она уже слила, ну, то показывают, что 1%. То есть из 10 долларов она принесла мне, она слила 7 долларов 56 центов. Поэтому я останавливаю только ее, то есть инвестсчет останавливаем. Появляется кнопочка вывести. Это пока нету сделок. Это все можно сделать, пока нету сделок. Да, давайте еще раз. Останавливаю. Продолжить. Вывести. Я тогда нажал закрыть, а не продолжить. И указать всю сумму. Мало здесь, 2 доллара. И так далее. Я вывожу. Окей. И давайте мы сейчас проинвестируем. Во-первых, я хочу проинвестировать в Чанайлинг. Да? И в 14.24.0. Для этого мы идем ко вкладке, к вкладке управления моим. Нет, инвестировать в IPA управляющего. Вот здесь. Инвестировать. Я выбираю только консервативных. Ну вот, за исключением 14.24.0. Он умеренный. В него я инвестирую 5 долларов. Остальные в консервативные. Так, вот наш управляющий. 14.24.0. Инвестировать 5 долларов. Минимальная сумма 5 долларов. 5. Инвестировать. Сумма инвестирования может превышать сумму доступных средств. Так, секундочку. Какую-то я ошибочку взял? А, или я просто не обновил? Не обновил, да? Вот. Все. А почему-то на этот пеймент также продолжает мигать. Я разве не получил перевод? Получил. Так, а, просто должен был зайти, чтобы в этом удостовериться. Итак, бухгалтерия. Нет. Трейдинг. Инвестировать при управляющего. Опять же выбираю 14.24.0. Вот. Выбираю. Он у нас высвечивается вот здесь. Инвестировать. 5 долларов. Инвестировать. Вот. Я проинвестировал. Еще хочу проинвестировать в чаннелинг. Да, я бы вам говорил об этом. Вот она. Управляющий. Консервативная торговая стратегия. Мне нравится. В нее я проинвестирую, скорее всего, что 10 долларов. Потому что это консервативный портфель. 10 долларов. Так. 10 долларов. Инвестировать. Друзья, на этом я думаю, что информации достаточно для этого ролика. Хочу лишь... Вот как выглядит мой портфель сейчас. Вот, смотрите. То есть, я надеюсь, что в следующей неделе будет плюс. Я думаю, что на следующей неделе буду делать такой же ролик, может быть, в конце или посередине недели. Скорее всего, что в конце. Посмотрим. Но думаю, что будет тогда уже здесь не минус, а плюс. И хочу вас всех поздравить, что запустился... Запустились счета IPA... То есть, счета процесс для IPA-управляющего. Вчера они запустились. Вот где эта новость. 26 ноября. Активировались счета процесс для IPA-управляющих, торговые сигналы которых будут обрабатываться алгоритмами IPA-технологий для снижения рисков и повышения уровня доходности. И в связи с этим, вот сегодня вышла новость на сайте. Прочитайте ее внимательно на досуге. Вот в воскресенье, 27 ноября. О том, что у нас ожидает. То есть, вот смотрите, вот в этой колонке у нас будут не только счета. Вот original, вот здесь. Вот где long list? В long list. У нас будут не только счета original, но будут счета процесс, которые позволят улучшить качество торговли примерно из 30, примерно на 30% от тех управляющих, у которых сейчас низкая доходность или отрицательная доходность. Об этом я поговорю более подробно на завтрашнем вебинаре для всей нашей команды. Следите за нашими чатами. Вы там увидите объявления. И там будет более подробно. На этом я заканчиваю свой ролик. И хочу сказать в конце, что инвестирование в IPA счета процесс будет намного выгодным и для управляющего, и для инвесторов. Все. Будем ждать хороших результатов. И до скорых встреч в эфире. Пока-пока.